Сначала я думаю, дай-ка я просто понюхаю, ну а вот тот ли запах как тогда был, вот когда я была счастлива, просто понюхаю. Если запах тот же, все прям не буду, есть положу. Открыла, понюхала, запах еще лучше. Только понюхала, вот прям мысленно перенеслась в атмосферу счастья, праздника, беззаботности. Думаю, просто лизну, лизну, прям есть не буду, просто лизну. Лизнула, вообще хорошо, думаю, дай-ка дольку отломай, все, короче, сожрала, еще сбегала, добавки и все. Я ушла в шоколадный запой. Так оно обычно и бывает. А человеку, склонному к избыточному весу, нельзя полагаться на судьбу, нельзя полагаться на свою интуицию. Ему нужно научиться жить с этой склонностью. Ему нужно научиться соблюдать определенные правила для того, чтобы как минимум не набирать, а может быть для того, чтобы избрасывать вес или для того, чтобы стройным оставаться всю жизнь. В эфире наше стройное радио. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня мы поговорим о так называемых нарушениях пищевого поведения. Я расскажу, что это такое и что с этим делать, если они есть. Как я уже сказал, сегодняшняя тема – это нарушение пищевого поведения. Чтобы не уходить вот в эту скучищу, сразу скажу, что самое частое нарушение пищевого поведения – это у людей с избыточным весом – это так называемое компульсивное переедание или приступообразное, по-русски говоря, приступы обжорства. Когда, если так простым языком об этом рассказывать, обычно человек говорит – в общем-то все нормально. То есть я могу как-то себя контролировать. Я вменяемый сознательный человек, я все понимаю, но иногда что-то на меня находит, во мне просыпается какой-то обжорный бес, я ем с дьявольским хохотом, ничего не могу с собой поделать. Что такое в меня вселяется? Что такое со мной происходит? Не могу понять. Ну и люди рассказывают какую-то историю. Говорят, вот недавно иду по продуктовому магазину, вдруг мозг мне говорит, ну мысль такая в голове – дай-ка зайду в шоколадный отдел. Говорят, я опытный человек, я знаю, что это дурная примета, не надо заходить в шоколадный отдел, ну что мне там, что я там еще не видела? Я давно живу, я взрослый человек, а вдруг там изобрели низкокалорийные шоколадки, пектиновые, пектиновые какие-то, без калорий, какие-то спортивные шоколадки, у кого-то спорт, у кого-то риттер-спорт, может быть вот какие-то спортивных шоколадок я там увижу. Ну индустрия же не стоит на месте, мозг мне подсказывает, давай зайди, зайду просто посмотрю, ну за спрос денег не берут. Она говорит, захожу, смотрю такие они красивые, цветные, а они меня там встречают как старые друзья вообще эти шоколадки. На каждую шоколадку смотрю и как знаете, как альбом с фотографиями, вспоминаю как и когда я их ела, при каких обстоятельствах. И воспоминания, они прямо накатывают на меня, воспоминания о приятных моментах, о моментах счастья. И вот в шоколадном магазине, как в альбоме с фотографиями, за каждой шоколадкой какое-то приятное воспоминание. Вот это для меня вкус отдыха, вот это вкус безмятежности, вот это вкус любви и поддержки, прям вот красота вообще. Даже как-то вот мне потеплело там, я только зашла в шоколадный отдел и как-то прямо, вот я как дома, я прям чувствую, что я как дома. Знаете, я как будто умерла и все мои знаете, предки, вот они в белых одеждах, окружили меня и разговаривают со мной и встречают. Как ты вообще там поживаешь, вот какое-то такое вот приятное такое ощущение. Так вот, и случайно глаза падают, смотрю, скидка, две по цене одной, две по цене, думаю, да что ж такое-то, вот не хотела же, вот две по цене, еще главное хороший такой шоколад, прям не какой-нибудь там фигня, прям хоро, прям настоящий, я знаю, две по цене одной. Думаю, нет, я есть не буду, нет, я нет, я знаю, что одну съем, все потом сорвусь, уйду в шоколадный запой на две недели, я не буду, я детям куплю, я подруге передарю, я, и тут она начинает придумывать какие-то истории, почему, почему сейчас купить все это нужно. Ну, то есть, она говорит, я приношу это домой, все, все сжираю в тот же вечер, ну, там не сразу, сначала я думаю, дай-ка я просто понюхаю, ну, а вот тот ли запах, как тогда был, вот когда я была счастлива, просто понюхаю, если запах тот же, все, прям не буду, есть положу, открыла, понюхала, запах еще лучше, только понюхала, вот прям мысленно перенеслась в атмосферу счастья, праздника, беззаботности, думаю, просто лизну, лизну, прям есть не буду, просто лизну, лизнула, вообще хорошо, думаю, дай-ка дольку отломай, все, короче, сожрала, еще сбегала, добавки, и все, ушла в шоколадный запой, так оно обычно и бывает. И говорит, уже на следующий, ну как, в конце вот этого, вот этой шоколадной вакханалии, я сижу вся в шоколаде, вся, значит, вот, по квартире разбросанной, и как после, знаете, как после наркоза, меня вот так вот отпускает, туман войны уходит, и я смотрю, господи, что же, что это было вообще? Кто была эта женщина? Ну ведь я же знаю, что вот, я уже сто раз на эти грабли наступала и по лбу получала, ну зачем же было еще раз? Ну что такое на меня нашло? Как? Ну вот я вам сейчас описываю типичную какую-то историю человека с так называемым компульсивным перееданием, когда вдруг какие-то приступы переедания, после которых человек включается сознание, он там раскаивается, клянется себе, что больше не будет, а потом повторяется все снова и снова. Удивительное заключается в том, что очень часто проблема с лишним весом заключается не только в гормонах, еще иногда проблема заключается в особенностях нашего поведения, в том, что наш мозг любит все жирное, сладкое там и так далее. То есть вот в этой истории, которую я рассказал, в чем проблема? Ее проблема заключается в том, что с каждым следующим поступком, с каждым следующим шагом она делает действия, которые усиливают тягу. Ну то есть вместо того, чтобы делать действия, которые снижают тягу, она усиливает тягу. Принцип очень простой. Чем больше контакт со срывным продуктом, тем сильнее тяга. Зашла в шоколадный отдел, тяга усилилась. Взяла шоколадку в руки, тяга усилилась. Купила, тяга усилилась. Понюхала, тяга вообще огромная. Лизнула, все, считай, переела. Там уже все, уже туши свет. То есть она делает действия, которые усиливают тягу и в общем-то, знаете, как будто бы она тонет в болоте. И каждое следующее ее движение приводит к тому, что ее вот эта вот тяга засасывает все больше и больше. Проблема в том, что она делает действия, которые усиливают тягу. Соответственно, если она не будет делать эти действия, то тяга пройдет. Но она их делает и это приводит ее там к перееданию. Ну, это вот такая история, такая модель. Удивительная мысль, которую я хотел вам сегодня рассказать, заключается в том, что все люди очень разные. Есть люди склонные к набору лишнего веса. Разные люди по-разному склонны к набору веса. Это физиологический факт. Есть люди, у которых совершенно естественно вес держится в рамках какого-то безопасного коридора. То есть он колеблется, но в рамках двух килограммов. И эти люди не прилагают к этому никаких усилий. Это происходит как бы естественным образом. То есть сумма их привычек, сумма их гормональных особенностей, ну вот она как-то бьется таким образом, что вес стоит на месте. Есть люди более склонные к перееданию. Есть люди более склонные к набору веса. И они отличаются. Ну, все вы знаете вот эту мою теорию, что у каждого свой какой-то талант. Кто-то хорошо играет на скрипке. Кто-то хорошо там разбирается в математике. Кто-то очень талантливо ест. Прямо залюбуешься. Вот так ест красиво, прям самозабвенно. Прямо так вот талантно. Ну не гениально, но очень талантливо ест. У каждого свои какие-то таланты, ну вот от природы. И это не в каком-то обидном смысле, что да, как ни странно, с точки зрения эволюции, там лишний вес, это некая способность быстро набирать вес, это некое эволюционное преимущество. Потому что если там голод, все умрут, она останется. Ну вот, к счастью, голода все нет. А она как бы готова. А она готова к любому развитию событий. Смысл в том, что разные люди по-разному склонны к набору веса, по-разному склонны к перееданию. И удивительное заключается в том, что очень часто люди склонные к перееданию, смотрят на тех людей, которые не склонны, и сравнивают себя с ними. И им кажется, что со мной что-то не то. У меня какие-то проблемы. Потому что все вокруг мне говорят, зачем же ты жрешь весь торт? Ну ты же купила на всю семью, что ты весь-то сожрала? Ты что, не можешь остановиться, что ли? Ну ты отрежь один кусочек, съешь и остановись. И когда она уже весь торт съела, ей кажется, это же гениально. Ну ты же хороший совет, ты просто возьми и остановись. Но просто проблема в том, что когда она его ест, этот торт, она не может остановиться. И не потому, что она плохая, и не потому, что что-то у нее там, что-то она проклята, да? А потому что она более склонна к избыточному весу, потому что она более склонна к перееданию, потому что такова ее особенность. Все люди очень разные. И удивительное заключается в том, что смотрите, к сожалению, вот иногда люди, склонные к избыточному весу, они не знают, как правильно себя вести. Потому что иногда так бывает, что им не показали примера, им не объяснили, им не продемонстрировали, какие поступки приводят к каким действиям. Я всегда привожу такую аналогию, такой пример. Вот, например, существуют автошколы, где людей учат ездить на автомобиле. Ну, опять же, обычный нормальный человек смотрит на других. Все как-то ездят легко, там опытные водители, да? Сидит, что-то разговаривает одной рукой, и вроде бы там особенно там и в аварии не попадают. Как-то нормально. Вы наверняка помните первое ощущение человека, который впервые приходит садиться в инструкторский автомобиль. Там ужас, потому что ног-то две, педали три, тут какая-то мешалка, там все, там очень сложно все, кажется, да со мной что-то не то. У меня что-то не то, у меня почему-то сложное, у меня не получается. Ну, ты продолжаешь усилия, и формируется навык. Дело не в том, что со мной что-то не то. Дело в том, что у меня нет правильного навыка. А теперь давайте на секундочку представим, что не было бы никаких автошкол. Что люди бы просто вот, люди садятся в автомобиль, жмут на педаль, врезаются в первый столб, выходят, говорят, нет, что-то не покатило. Ему говорят, попробуй еще раз. Он опять садится в машину, врезается во второй столб. Говорит, да у меня не получается. Не, ничего, у нас же у всех получается. Мы же все умеем. Да это легкотня. Ну, ногу сюда, руку сюда. Попробуй еще раз. Он садится в третий раз, и третий раз бьется в столб. К какому выводу придет человек? Да у меня что-то с ногами не то. У меня что-то с мозгом не то. У меня, ну что-то, ну все же ездят легко. Ну у всех же там прямо как-то все получается. Со мной что-то не то. Человек придет к абсолютно неправильному выводу. Он придет к выводу, что, ну, наверное, я какой-то безвольный. Наверное, я что-то, что-то у меня вот, вот там не судьба. Не шмогла. Не шудьба. Ну что-то, ну кто-то же должен быть толстым. Ну, ну кто-то же должен, вот. Ну, наверное, это я. Наверное, это мы... Нет, проблема не в этом. Проблема в том, что ей никто и никогда не объяснил, как правильно. Потому что некоторые делают это автоматически, легко не задумываясь. У них как-то вот эта сумма привычек компенсируется. А человеку, склонному к избыточному весу, нельзя полагаться на судьбу, нельзя полагаться на свою интуицию. Ему нужно научиться жить с этой склонностью. Ему нужно научиться соблюдать определенные правила, для того, чтобы как минимум не набирать, а может быть для того, чтобы избрасывать вес, или для того, чтобы стройным оставаться всю жизнь. Очень простые вещи, которые имеют большое значение, с которыми я сталкиваюсь постоянно. Например, фруктовые перекусы. Все повально делают эту ошибку. Проголодался, дескать, съешь яблочко. Ну, вроде бы да. Да, вроде бы пока яблочко ел, вроде бы как бы отвлекся, вроде бы, ну да, что-то там упало в желудок, как-то так, вроде бы не голодаю, что-то такое. Но к чему это приводит? Яблоко кисло-сладкое обладает свойством, оно раздражает слизистую желудка, провоцирует голод. Яблоко вызывает выброску инсулина, и пока ел, вроде бы отвлекся, но через 20 минут получил гипогликемию и дикий жор. То есть яблоко, ну то есть фруктовые перекусы провоцируют переедание, они разжигают тягу к еде. Фруктовый перекус это верный шаг к обжорству. Но удивительное заключается в том, что люди обычно не сопоставляют вот этой связи, они не видят вот этой связи. Потому что я яблоко ел 20 минут назад, а жор получил сейчас. И человеку сложно понять, что теперешний жор это из-за того, что я сделал неправильный перекус. Какой вывод сделает человек? Да потому что луна не в том доме. Да потому что ретроградный Меркурий. Да потому что у меня что-то с организмом. То есть я ни с того ни с сего вдруг посреди белого дня меня накрыл какой-то жор. Причем он возникает из ниоткуда. А проблема была в том, что человек сделал неправильный перекус. Проблема последнего приема пищи. Да, для снижения веса решающее значение имеет калорийность. Но то, что вы съедите в последний прием пищи, перед долгой голодной паузой во время сна, имеет особенное значение. Соответственно она там не знаю, поела каких-то углеводов перед сном, даже в рамках калорийности. Это не страшно. Она все равно будет сбрасывать вес. Но углеводы перед сном с очень большой вероятностью дадут ей плюс на следующий день. При том, что там она ягод съела, съела 100 граммов, на весах она увидит плюс 300, плюс 400. К какому выводу придет человек? Я проклята? Я съела 100 граммов ягод, я получила плюс 400 утром на следующий день. Это задержка жидкости. Это вот такой эффект от углеводов перед сном, там долгая голодная пауза, тот же самый там инсулин и так далее. Но это ничего страшного. Но обычный человек же этого не понимает. К какому выводу приходит обычный человек? Я проклят или там я проклята, все, нажрусь, помру счастливой. Ничего меня не берет, я уже там понюхала, что это там не то перед сном, у меня уже там плюс полкило на следующий день. Очень часто проблема заключается в том, что организм склонный к избыточному весу, это как автомобиль, которым нужно научиться управлять. И с одной стороны, можно сравнивать себя с людьми, у которых нет склонности к избыточному весу и приходить к неправильным выводам. Можно обижаться на судьбу, почему-то у кого-то не склонен организм, а у меня что-то склонен. Это все вот, все мама с папой виноваты. Можно там проклинать судьбу. А можно научиться вести себя определенным образом, то есть начать с правильного для снижения веса пищевого поведения. И вот мой опыт как специалиста по снижению веса, многолетний опыт, говорит о том, что вот вся эта проблематика нарушений пищевого поведения удивительным, волшебным образом уходит, если мы начинаем с правильного. Почему я провожу программы по снижению веса? Почему в начале, я конечно тиран, делаем раз, делаем два, делаем три. Надо объяснить почему, я объясню почему. Но в начале программы я требую, ну прямо послушание и выполнение. Если вы меня слушаете, я гарантирую вам результат. Это, знаете, это как в автошколе. Да, инструктор может потратить время, чтобы объяснить человеку, почему сцепление, почему рычаг. Но задача инструктора в автошколе очень проста. Да, делаем раз, делаем два, делаем три. И через какое-то время вы поедете. Если вы будете меня слушать, вы поедете. Да, не с первого раза. Да, понадобится там сколько там, 10 часов. Когда там я был молод, 10 часов нужно было с инструктором отъездить. Ну там, кому-то хватает два. Ну мне хватило два. Ну вот, ну, кому-то нужно 20. Но все равно, делаем раз, делаем два, делаем три. И мы вдруг видим, что тяга к еде уходит. Что минус на весах есть. Что можно питаться вкусно и при этом сбрасывать вес. Но нет другого способа. Нужно просто попробовать. Можно сколько угодно изучать. Сколько угодно интересоваться этой темой. Но до тех пор, пока человек не начнет что-то делать, навык не сформируется. Поэтому в любом случае, программа по снижению веса будет эффективна, если она построена на том, что мы делаем. Не на том, что мы знаем, а на том, что мы делаем. Только в этом случае, программа по снижению веса будет работать хорошо. Это о том, насколько важны, насколько важны все-таки правильные действия и правильные привычки. Три группы очень важных мероприятий. Мероприятия по снижению тяги к еде. Это важно Что мы делаем для того, чтобы снизить тягу к еде Дробное питание, достаточное количество белка Достаточное количество клетчатки Достаточный объем Напитки, которые помогают худеть Это все снижает тягу Вторая группа мероприятий Мероприятия, которые Мы не делаем действий, которые разжигают тягу к еде Мы не едим фрукты на голодный желудок Моноприемы разжигают тягу к еде Очень осторожно нужно с подсластителями Правильная метаболическая точка Там много разных приемов Мы не покупаем срывных продуктов И не остаемся с ними наедине Это все мероприятия, которые Это важно Не надо делать действий, которые разжигают тягу Ну и третья группа Что мы делаем, если тяга к еде все равно возникла Поэтому мне кажется Что, конечно же, те программы, которые я провожу Они, конечно, такие скучноватые Делаем раз, делаем два, делаем три, делаем четыре Завтраки, десерты Горячие, второе Но когда мы научимся это делать Нам будет гораздо проще дальше Нам будет гораздо проще справляться с тягой Когда с эмоциональным там перееданием Перециклом, с другими нарушениями пищевого поведения Мне было приятно с вами сегодня общаться Счастья вам, всего доброго, всего приталенного Пока-пока В эфире наше стройное радио